На сегодняшний день роль и эффективность, а также значимость антидепривационной терапии в лечении как диссеминированной, так и распространенной формы рака предстоятельной железы неоспорима. И на сегодняшний день в наших возможностях существует несколько подходов, начиная от кастрации хирургической и заканчивая антарнитетрогенами второй линии. При этом необходимо отметить, что по мере появления препаратов, понятно, что они обладают как медикаментозным действием, основным действием, но и несут в себе побочные эффекты. И, к сожалению, на мой взгляд, даже сегодня, когда качеству жизни уделяется достаточно большое внимание у пациентов, которые получают какое-либо лечение, назначение антидепривационной терапии у пациента, страдающего раком предстоятельной железы, подчас с нашими коллегами назначается без изучения анамнеза сопутствующих заболеваний, что подчас приводит к действительно серьезным усложнениям. Говоря о андрогенах и их токсическом влиянии, на сегодняшний день установлено, что в первую очередь они приводят к металлическим расстройствам, это ожирение, гиперлетемия, инсулинорезистентность, метаболический синдром, острая почечная недостаточность, гиперогуляция, атеросклероз. Кроме того, антидепривационная терапия, естественно, приводит к снижению уровня тестостерона, тем самым нарушая защитный эффект андрогенов, которые они несут в организме. Это стабильность атеросклеротической бляшки, повышенный коронарный кровоток и низкий уровень тестостерона может привести к дестабилизации атеросклеротических бляшек, снижению кровотока, что серьезно увеличивает риск тромбоголических осложнений. По поводу ожирения. Ожирение у пациентов, получающих антидепривационную терапию, носит саркопенический характер. То есть замещение жира мышечной ткани в данных, которые были предоставлены в нескольких исследованиях, когда выполнялись компьютерные томограммы, поперечное сечение мышц существенно уменьшалось у больных, получавших длительное время антидепривационную терапию. Увеличивается подкожный жир, увеличивается вес до 2-3 кг при длительном назначении этой терапии. При этом подвержены максимально мужчины моложе 65 лет. Кроме того, снижение мышечной массы, неустойчивость походки приводит к тому, что падение на фоне антидепривационной терапии увеличивается в два раза у пациента. Также отмечается дислепидемия, которая имеет четкую корреляцию от длительности антидепривационной терапии, которая проявляется в росте общего холестерина, холестерола, и росте глицеридов, как низкой, так и высокой плотности. Отмечается, что у пациентов, получающих антидепривационную терапию, риск развития сахарного диабета в два раза выше, чем у пациентов, которые не получают такую терапию. Это проявляется в снижении чувствительности к ансулину, повышении уровня инсулина в крови уже через три месяца с момента начала этой терапии. Эта терапия не обходит и костный метаболизм, практически у пациентов, которые длительно принимают эти препараты, развивается остеопороз. Рост переломов у пациентов, которые в течение пяти лет принимали антидепривационную терапию, составил около 20% против 12% у контрольной группы пациентов. Таким образом, можно сказать, что нарушение метаболизма липидов, метаболизма углеводов приводит к возникновению ожирения метаболического синдрома сахарного диабета, что существенно увеличивает кардиологические риски. Наряду с этим, нарушение метаболизма костей, метаболизма мышц способствует тому, что частота остеопороза, переломов, падения и слабости у пациентов существенно возрастает, что негативно сказывается на качестве жизни. Кроме того, существуют данные, что длительное применение антидепривационной терапии приводит к фиброзу почечной ткани и описанной случаи острого повреждения почечной ткани. Низкий уровень тестостерона увеличивает риск атеросклероза за счет увеличения толщины интимно-каритидных артерий и роста уровня фибриногена в сыворотке. Все пациенты, получающие антидепривационную терапию, на сегодняшний день отмечают снижение когнитивной функции и различные нарушения эректильной функции. Таким образом, антидепривационная терапия на сегодняшний день приводит к метаболическому синдрому, который напрямую увеличивает кардиологические риски у пациентов, получающих терапию, особенно на протяжении длительного времени. Говоря о кардиотоксичности, необходимо сказать, что большое число исследований, как обсервационных, так и ретроспективных, показали, что антидепривационная терапия существенно увеличивает риски сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, которые особенно долго принимают эти терапии. Кроме того, было установлено, что у пациентов, которые в анамнезе имели два и более случаев заболевания сердечно-сосудистой системы, в течение первых шести месяцев риск получить серьезные осложнения, которые сопряжены с жизнью, существенно велики. Что говорит о том, что подходы к назначению антидепривационной терапии должны быть крайне осторожны. Если же посмотреть на группу препаратов, которые мы используем для выполнения этой терапии, то раньше всего в нашем арсенале появились антиандрогены первой линии, нестероидные, стероидные, и те осложнения, которые они вызывают, это гинекомастия, диарея, гепатоксичность, приливы, снижение сексуальной функции. Из них гепатотоксичность одна из наиболее значимых, потому что антиандрогены ассоциированы к гепатиту, приводят к остановке терапии и длительному периоду реабилитации. Гинекомастии достаточно легко разрешается либо лучевой терапией в объеме 10 грей, либо приемом томоксифена. Поэтому, если говорить о гепатотоксичности среди этой группы препаратов, то в негативную сторону практически специалисты выделяют флютамид. Что же касается латентного периода, в течение которого возникает гепатит, то он максимальный у ципротерона ацетата. Что же касается периода реабилитации, то практически он сопоставим во всех препаратах этой группы. Тем не менее, отмечается, что кардиотоксичность у ципротерона ацетата максимальна, и по данным исследования 761-го, около 10% пациентов отмечали задержку жидкости, изменения ЭКГ, инфаркты, травмомболия имели место, а у 3,6% эти осложнения привели к смерти. Другая группа препаратов, которые максимально широко используются на данный момент, это агонисты, антагонисты, гонотропин, релизинг гормона. Я не буду останавливаться подробно на механизме действия, но, тем не менее, необходимо отметить, что особенности механизма воздействия этих препаратов приводят к тому, что при приеме агонистов до подавления тестостерона возникает сначала резкий подъем фолликулостимулирующего, лютонизирующего гормонов и тестостерона. В отличие от агонистов, при приеме антагонистов их прием приводит к немедленному подавлению фолликулостимулирующего и лютонизирующего гормонов, а также тестостерона, что говорит в целом положительную пользу Дегореликса. Если говорить о побочных осложнениях, которые отмечаются у пациентов, то в целом для этой группы препаратов и одной, и второй характерны приливы, болевые ощущения, атрофия яичек. Но в отличие от агонистов, для Дегореликса, представителя антагонистов, характерна эритема в области зоны укола, которая может сопровождаться местным воспалением, подъемом температуры, болевыми ощущениями, что иногда негативно сказывается на выборе пациентов этого препарата. Говоря о кардиотоксичности этих препаратов, необходимо сказать, что в ряде рандомизированных исследований частота токсичности была сопоставима как у антиандрогенов, так и у антагонистов. Что же касается исследований, которые выполнили андриоли, который выполнил ретроспективный анализ шести исследований, которые сравнивали кардиотоксичность агонистов и антагонистов, это исследование показало, что антагонисты достоверно снижают число костно-мышечных осложнений, снижают риск возненавения сердечно-сосудистых заболеваний в общей группе, а в группе, в которой в анамнезе было сердечно-сосудистые осложнения, на 56% снижают частоту очередных новых сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с группой пациентов, которые принимали агонисты. Если посмотреть на таблицу из статьи Фаррелла, она показывает, что относительные риска сердечно-сосудистых заболеваний по данным рандомизированных исследований были сопоставимы между органистами и антагонистами. Что касается мужчин, которые участвовали в обсервационных исследованиях, то практически они явно показывают преимущество антагонистов в пользу минимальной кардиотоксичности. И на сегодняшний день это объясняется тем, что не всегда пациенты с тяжелой сопутствующей патологией включаются в исследования. Кроме того, не всегда контрольной точкой является кардиотоксичность препарата. И опять же, в пациентах, включенных в исследование третьей фазы, часть пациентов, которая включалась, имела гораздо меньшую частоту сердечно-сосудистых осложнений, чем в обсервационной группе такого же возраста. И на сегодняшний день, наверное, мы ожидаем с нетерпением данных исследований ПРОНОНС, которые идут в мире, в нашей стране, которые должны окончательно поставить вопрос, все-таки обладают ли антагонисты литонизирующего ЛГРГ преимуществом по сравнению с агонистами. Но, на мой взгляд, появление нового антагониста Релуголикса, который пока еще не зарегистрирован в нашей стране и проходит исследование, очередной раз подтверждает, что эта группа препаратов, которая будет, по всей видимости, в ближайшие годы расширяться, действительно имеет минимальную кардиотоксичность. Так как данное исследование ХЕРО, Регулоликс показал минимальную кардиотоксичность по сравнению с липролидами, как в опытной, в целом, в общей группе, так и в пациентах, которые в анамнезе были сердечно-сосудистые заболевания. Дальнейшее изучение патогенеза антиандрогенных рецепторов привело к появлению новой группы препаратов, это антиандрогены второй линии, которые включают, наиболее широко применяются терабиатрион и энзолютамид, которые имеют абсолютно разные механизмы действия. И это обуславливает те побочные эффекты, которые возникают при их назначении. Так, абиатрион, который является ингибитором циклоксигеназы P440, приводит к тому, что на фоне его приема существенно вырастает уровень металлокортикоида в крови. И введение прединзолона, оно лишь частично нивелирует те осложнения, которые возникают на фоне высокого уровня металлокортикоидов. На сегодняшний день появились публикации о том, что создана другая форма абиатриона, которая обладает меньшей токсичностью. Ну, будем ожидать ее появления. Что же касается энзолютамида, то это ингибитор андорогенных рецепторов, который имеет высокую афинность, выше, больше, чем бусирелин, и предотвращает транслокацию андорогенных рецепторов в ядро клетки. Давайте же посмотрим, какие осложнения они несут. Но вот абиатрион вследствие именно высокой концентрации металлокортикоидов несет такие осложнения грозные, как гипертонию, отеки, кардиотоксичность, гепатоксичность, гипокалемию. И на сегодняшний день действительно его токсичность в целом гораздо выше энзолютамида. Тем не менее, абиатрион назначают пациентам, у которых в анамнезе были судороги, так как есть данные, что энзолютамид может увеличивать частоту судорог у пациентов при длительном применении. В то же время энзолютамид назначается обязательно больным, которым противопоказано введение стероидов. Несколько исследований, как у пациентов, применявших абиатрион и энзолютамид, в первой и второй линии показали, что частота развития гипертензии имеет место и в группе получавших абиатрион, так и в группе получавших энзолютамид. В то же время, если мы говорим о частоте развития заболевания сердца, то в этом плане энзолютамид показал практически сопоставимость частоты сердечных осложнений с контрольной группой. В то же время абиатрион показал значительное превышение этих показателей по сравнению с контрольной группой. Еще три исследования, которые демонстрационно показывают эффективность преимущества энзолютамида в плане токсичности по сравнению с абиатироном, а также это исследование показывает, что абиатирон более токсичен по сравнению с антипровензационной терапией. Также было установлено, что у пациентов, имевших в анамнезе три и более сердечно-сосудистых осложнений назначение как абиатирона, так и энзолютамида увеличивает частоту летальных исходов и снижает показатели выживаемости. И в конце своего доклада мне хотелось бы привести такой слайд. Это аббревиатура, которая позволяет легче запомнить те рекомендации, которые мы должны назначать пациентам, которые получают антипровензационную терапию. Это в первую очередь говорить с пациентом о повышенной осторожности по поводу симптомов стороны сердечно-сосудистой системы. Пациенты должны получать аспирин, должен быть контроль артериального давления, стараться, чтобы оно было ниже 140 на 90 мл тутного столба, терапия статинового пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гиперлипидемией, отказ от курения, диета с большим содержанием фруктов, чистый мониторин глюкозы крови, использование формина при наличии диабета. И что в последнее время очень много уделяется внимания пациентам онкологического профиля, не только рака предстоятельной железы, это физическая нагрузка. Как видите, она должна быть в пределах 150 минут в неделю при умеренной нагрузке, либо 75 минут в неделю интенсивных нагрузок. Таким образом, антидепривационная терапия, наряду с лечебным эффектом, обладает определенной токсичностью. Возникающие на фоне депривационной терапии ожирение, дислепидемия, сахарный диабет, гипертензия увеличивают сердечно-сосудистые риски. И наиболее грозными осложнениями этой терапии являются сердечно-сосудистые заболевания. При этом риск развития в зависимости от препарата различен. Выбор для пациента антидепривационной терапии должен осуществляться с учетом анамнеза, а также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и учет токсичности того или иного препарата. Благодарю за внимание.